В Металлургическом районе экс-кассир попалась на краже букмекерских ставок. Женщина ночью проникла в здание и унесла более 200 тысяч рублей. Похитительница не знала, что ее снимает скрытая камера. Известно, задержанная раньше работала в этом филиале. Однако зарплата кассира оказалась недостаточной. Тогда женщина решилась на кражу. Перед увольнением изготовила дубликаты ключей и отложила для себя деньги в сейфе. Ночной визит бывшей сотрудницы зафиксировали камеры видеонаблюдения. Благодаря им преступницу узнали коллеги. Бывшего кассира поймали с поличным. Теперь ей грозит внушительный срок. Оперативники разыскивают подозреваемого в ограблении ювелирного салона. Лицо похитителя украшений попало в камеру наблюдения. И теперь сыщики пытаются установить его личность. Это кадры из магазина в Металлургическом районе. Грабитель пришел под видом покупателя. Стал расспрашивать продавца о товаре. А когда из торгового зала вышли другие посетители, достал пистолет. Угрожая сотруднице салона оружием, он заставил собрать золото в черный мешок. Ущерб хозяева ювелирного уже подсчитали. Похитил золотые цепочки. Общей стоимостью около 350 тысяч рублей. Теперь полиция просит вглядеться в лицо этого человека и сообщить, кто он и где может находиться. Виндетта Почелябинский. Жительница тракторозаводского района стала жертвой кровной мести. По словам пострадавшей, с ней пытался расправиться бывший друг ее сестры. Расстроенную даму подобрали на одной из улиц патрульные и доставили в райотдел. Потерпевшие предложили написать заявление на своего обидчика. Но слезы и изрядное количество выпитого лишили даму возможности четко изъясняться. Она с трудом смогла рассказать оперативникам, кто довел ее до истерики. Кличка Лапа. Он сидел... Не знаю, что он сидел. За что он вас избил? За то, что в 2008 году моя сетра его... Он украл документы моего знакомого. Ваша сетра унизила ее? Да, она унизила. Женщина уверяет, что давний товарищ напал на нее из мести. Якобы когда-то давно ее родственница сильно обидела мужчину. Сыщики выслушали, взяли показания и отправили даму домой лечить раны. Водители устроили драку прямо на дороге. Разборки на перекрестке Свердловского и улицы Калинина попали в камеру видеорегистратора. Что они не поделили, неизвестно. Возможно, один подрезал другого. Сначала была словесная перепалка, а потом, когда автомобилист порвал другому футболку, завязалась драка. Вмешиваться в конфликт и разнимать мужчин очевидцы не решились. Легковушки не поделили дорогу. На перекрестке улиц Свобода и Карла Маркса столкнулись два автомобиля. Судя по этим кадрам с видеорегистратора, белая Лада Калина решила проскочить перекресток на красный сигнал светофора. Водитель даже поддал газу, чтобы успеть. Но иномарка с соседней полосы тронулась с места стремительно. В итоге авария. Сейчас владельцы машин подсчитывают ущерб. Восстанавливать автомобили придется за счет виновника. Его определит следствие. Пострадавших нет. Автокатастрофа в центре Челябинска. На улице Блюхера столкнулись четыре иномарки. Удар оказался такой силы, что Мерседес перевернулся вверх дном. Как он так умудрился? Чуть не пойму. Кого там звездного? Живые. Это последствия аварии. Представительская иномарка в смятку. У Фольксвагена разбит передний бампер, а Ниссан въехал в Митсубиши. Известно. Мерседес объезжал пробку по трамвайным путям. А Фольксваген протаранил иномарку. Мерседес выбросила настоящие рядом машины. Он совершил тройное сальто и приземлился на крышу. В одном из автомобилей ехала семья из Тюмени. Дети 7 и 9 лет остались целы. Мать и 8-месячный ребенок получили ушибы. Дети, находящиеся в автомобиле Ниссан, а их было трое, были все пристегнуты ремнями безопасностями и находились в детских удерживающих устройствах. Жуткое ДТП с переворотом на Свердловском проспекте. Внедорожник протаранил грузовик. От удара газель перевернулась, а иномарка загорелась. Все случилось во втором часу дня. По словам очевидцев, водитель джипа вылетел на перекресток с полосы, с которой поворот был запрещен. И на огромной скорости столкнулся с газелью. Удар был такой силы, что грузовичок перевернулся, а в разбитой иномарке, видимо, коротнуло проводку. Тушить возгорание пришлось очевидцам ДТП. Смотрю, горело что ли. Огнетушительный болит. Внедорожник потушили, пострадавших нет. Водители получили ушибы и ссадины. Но не исключено, что к врачам обратятся позже. Пассажир получил травму. Лебра болят, спина болит. Мне не нужна скорая, сама медработник. Сейчас езжу в больницу и все выводы уже сделаем позже. Сейчас лихачом занимаются оперативники. Им предстоит выяснить, почему молодой человек нарушил правила дорожного движения. Лихач на иномарке сам себя наказал. Нарушил правила дорожного движения, получил удар вбок. Урок невнимательному водителю обойдется в кругленькую сумму. Поучительный момент попал в камеру видеорегистратора. На перекрестке Свердловского проспекта с проспектом Победы дорожные знаки четко показывают направление движения. Но водитель иномарки двигался прямо по полосе, с которой только поворот налево. И вот результат. В итоге из-за собственной невнимательности небольшая вмятина и царапина на двери. В Златоусте водитель резко затормозил, чтобы не наехать на пешехода. Машину занесло и легковушка врезалась в рекламный щит. На этих кадрах видно, как пенсионерка подходит к пешеходному переходу, оглядывается по сторонам, резко бросается через дорогу в нескольких метрах от зебры. В этот момент водитель за рулем Лады Калины едва успевает затормозить и пытается объехать пенсионерку. По словам очевидцев, с места аварии пенсионерка поспешила уйти, видимо, в состоянии шока. А водитель подсчитывает ущерб. У машины серьезные повреждения. Под Озерском легковушка улетела в кювет, врезалась в дерево и перевернулась. Непристегнутый пассажир вылетел с заднего сидения через лобовое стекло. Вот во что превратилась Лада Калина после ДТП. Водитель и еще один пассажир выжили чудом. Их вылетевшего в окно товарища госпитализировали с отрясением головного мозга. Он находится в реанимации. В центральном районе мотоциклист врезался в легковушку. Авария произошла на пересечении улицы Лесопарково и Витебское. Последствия ДТП очевидцы сняли на камеру мобильного телефона. В таком положении байкер дожидался медиков. На скорости он врезался в дверь легковушки и, возможно, получил переломы. Двигаться до приезда бригады врачей ему запретили. Обстоятельства случившегося выясняют инспекторы ДПС. Еще одна авария с двухколесным транспортом произошла в Магнитогорске. По предварительной версии байкер остановился перед зеброй, чтобы пропустить пешехода. В этот момент его подтолкнула ехавшая сзади легковушка. 18-летний скутерист слетел с мопеда. А его железный конь еще пару метров проехал без водителя и врезался в столб. Байкер получил легкие ушибы и ссадины. А вот его скутер восстановлению не подлежит. В Миассе жертвой любителя скорости едва не стала молодая девушка. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, но лихач на мотоцикле решил не пропускать даму и промчался в паре сантиметров от нее. А по этой записи с видеорегистратора разыскивают предполагаемого виновника ДТП. Водитель Рено вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой. От удара оба автомобиля развернуло. Одну из машин отбросило в кювет. К счастью, никто не пострадал. Однако водителей возмутило поведение одного из участников ДТП, который скрылся с места аварии. Ты куда поехал, Эйв? А в Челябинске причиной дорожного затора стала корова. Прогулку парнокопытного по автомобильному мосту водители не оценили. В час пика за животного им пришлось заметно снизить скорость. Автомойка в центре города. В Златоусте образовался коммунальный гейзер. Фонтан забил из-под земли прямо посередине проезжей части. Смотри, смотри. А машину моет. Такую автомойку водителям организовали коммунальщики. Не успели починить изношенные трубы. И вот рвануло. По словам очевидцев, фонтан был около шести метров. Но из-под земли вода хлистала недолго. Вскоре прибыла аварийная бригада и устранила аварию. Жительнице металлургического района придется расплачиваться за проделки своего кота-хулигана. Животное испортило припаркованную во дворе иномарку. Усатый разбил стекла и поцарапал кузов. А платить за своего любимца придется хозяйке. Как так вышло, знает наш корреспондент. От того, что натворил кот по кличке Жорик, в шоке только хозяйка. Сам усатый уже давно оправился после встречи с иномаркой. В тот день животное гуляло по балкону на пятом этаже. В какой-то момент кот не удержался и сорвался прямо на припаркованную под окнами машину. Я как бы на тот момент спала. Услышала, что сработала сигнализация и просто вышла на балкон посмотреть, почему сработала сигнализация. Мужчина смотрит на меня и говорит, что делать. Я у него спрашиваю, что в смысле, что делать. Он говорит, с вашего балкона упал кот на мою машину. От испуга полосатый забрался под колеса Рено. Сам не пострадал, зато при падении умудрился разбить машину. И вот внезапно хозяйке пришло приглашение в суд. Владелец авто подал иск на возмещение ущерба. Было разбито лобовое стекло, повреждено зеркало левое заднего вида, вмятина на двери, ну и царапины на покраске. Эксперты оценили восстановительную работу 23 тысячи. Позже к этой сумме добавили расходы на адвоката. И в итоге с надеждой потребовали больше 30 тысяч рублей. Но на процессе суд учел вину владельца самой машины. Иномарка была припаркована на тротуаре. Фемида постановила с надеждой взыскать на ремонт авто 25 тысяч рублей. Я как бы допускаю, что кот упал. Он может и упал на машину. Но такие повреждения, какие у него есть, я сомневаюсь, что мой кот нанес. Я вот на данный момент не работаю. Поэтому у меня вот наждивение двое детей. Я сразу сказала, что у меня нет такой суммы выплачивать такие деньги. У хозяйки усатого бандита таких денег нет. И как расплачиваться за проделки питомца женщина пока не знает. Анастасия Шкитина, Елена Батагова, Ринат Альхамов, 31 канал. Неужели в национальном парке губят животных? Так решили постояльцы одной базы отдыха. По их словам, питомцев экопарка не докармливают. От этого псы выглядят худыми и измученными. Екатерина, одна из неравнодушных посетительниц, говорит, когда дошла до вольера с собаками, ужаснулась. Метисы содержались в грязных клетках, а в мисках не было воды. Мы попытались поговорить с рабочими. Почему собаки на санцеперке, они видно, что голодные. Потому что я сама собачник, я могу отличить голодную собаку от собаки, которые кормят сбалансированно. Но рабочие не захотели с нами говорить, просто сказали, что у нас все хорошо, мы собак кормим. Девушка сделала фото из мученных собак и выложила в сеть. Спустя время на ее сообщение откликнулись другие посетители экопарка, которых тоже напугал внешний вид питомцев. В общем, они там не особо часто убирают. Может быть, это так и нужно, но это ладно, не суть. Суть в том, что воды там у них не было, не у каждой была миска, и при приближении к собакам они очень сильно боялись человека. Все обвинения в свой адрес руководитель питомника отрицает. Говорит, метисы – спортивная порода собак. У животных строгая диета и период линьки. Мешка только вечером, утром поение. У спортивных собак такой режим. Собаки сейчас находятся в нормальном состоянии. Но неравнодушные посетители парка настаивают, чтобы руководство прислушалось к людям и улучшило условия содержания псов. Крокодил, сбежавший из Екатеринбурга, может доплыть до Челябинска. Рептилия была замечена на берегу реки Исеть. Эти кадры сделали очевидцы. Животное, видимо, сбежало из питомника и на глазах прохожих нырнуло в реку. Ученые полагают, крокодил поплывет на юг, а Исеть как раз сообщается с Миасом. Эта рептилия умеет преодолевать большие расстояния, а значит, может приплыть и к нам. Судьба хищника пока неизвестна. Челябинские волонтеры продолжают поиски пропавшего мужчины. Несмотря на плохую погоду, добровольцы продолжают тщательно обыскивать местность возле каменного карьера. К отряду активистов присоединятся неравнодушные люди. Сегодня это около десятка поисковиков. Павла Колганова ищут уже больше недели. 20 августа молодой человек ушел в лес возле сада Янтарь и до настоящего времени не вернулся. Сотрудники полиции уже привлекали к поискам собак, но безрезультатно. Шансы найти. Да они всегда есть, конечно, почему нет. Поиски Павла Колганова продолжаются. Волонтеры призывают на помощь всех желающих. Помните, сюжеты не придуманы. Таким этот мир мы делаем вместе с вами. Увидимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok